Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Александр Левков, и я артист Севастопольского театра юного зрителя и преподаю сценическую речь в театральной студии. Хотелось бы напомнить, что мы проходили на прошлых занятиях, что было в прошлых видео. Мы проходили правильное сценическое дыхание, что мы дышим с животом, а не легкими. Мы проходили резонаторы, то есть это наши части тела, которые помогают нам громко говорить, и красиво, да, это наш лоб, да, наша голова, наш рот, наши легкие. Сегодня хотелось бы поговорить о такой неотъемливой части сценической речи, как дикция. Дикция очень важна, чтобы наша речь была понятной, наша речь была четкой, и чтобы нас понимали. Но для этого давайте разомнем наш аппарат, да, разыгреем, чтобы мы не терялись в словах, в буквах, и не взлетался наш язык, да. То есть давайте с вами покусаем губки, верхнюю и нижнюю. Да. Кусаем без особого, да, усердия, чтобы не сделать больно, чтобы не пошла кровь и тому подобное. Аккуратно так покусываем, чтобы почувствовать тепло в губах, да, почувствовать, что они разогреваются, да, нижнюю. Верхнюю. Отлично. Продолжаем разогревать наши губы. Сейчас мы с вами сделаем такое упражнение, как поцелуйчик-улыбочка. Сначала улыбочка у нас будет без зубов, затем с зубами. Как это выполняется? Отлично. Теперь давайте разомнем наш язык. Сперва также его покусаем, да, разогреем от кончика и попытаться до корня. Теперь давайте его покрутим. Поделаем трубочку. Здесь же можно сделать упражнение жало-лопатка. То есть, сперва мы высовываем язык, напрягаем его, как в форме жало. Затем мы его расслабляем и делаем ему форму лопатки. Отлично. Теперь почистим наши зубки с внешней и внутренней стороны язычком. Если чувствуете нарастающее напряжение внутри челюсти, немножко, да, сбавьте усердие, обороты, но не прекращайте упражнения. Давайте с вами теперь подсокаем, да, чтобы напряжение с языка снять. Плетаем на вертолете. Плетаем на вертолете. Отлично. Вот мы такой коротенькой, быстренькой разминкой разогрели наш с вами речевой аппарат и можем непосредственно приходить к нашей дикции. Есть множество упражнений на дикцию, но самые известные и про которые я бы хотел вам сегодня рассказать, это пучки. Что такое пучки? Пучки – это слова, которые состоят из различных букв, и произнести эти слова с первого раза – довольно трудная задача. То есть первый пучок, первое слово, с которым я бы хотел вас познакомить – это бдгиптки. Это бдгиптки. Но к нему мы ещё вернёмся. Сперва я бы хотел вам рассказать про, так сказать, основу всех, вообще всех пучков. Это ряд гласных букв. Суть в чём? Все пучки, все слова содержат очень много согласных, но в них есть и гласные буквы, как, допустим, в том же самом пучке бдгиптки, на конце буква И. Всё дело в том, что затем эта буква изменяется, и вы поймёте на какую. Этот ряд, который является основой, про которую я вам говорил, он состоит из таких гласных. И, Э, А, О, У, И. Давайте ещё разочек. И, Э, А, О, У, И. Так вот, в пучке бдгиптки изначально на конце стоит гласное, да, единственное гласное, что в первом пучке бдги, что и во втором птки. В конце стоит первое гласное И. Первое гласное этого ряда, про который я вам говорил. Дальше в этом ряду идёт буква Э, и, соответственно, она заменяет собой место И. То есть, следующий пучок будет бдгепткэ. Да, если сначала у нас было бдгиптки, теперь у нас бдгепткэ. Чтобы вам было легче в освоении, да, пучков, которые мы сегодня пройдём, советую вам на бумажке записать этот ряд И, Э, А, О, У, И. Чтобы вы знали, какая буква после какой идёт, и какую букву следует вставлять вместо гласных, это важно, вместо гласных во всех пучках, которые, с которыми мы сегодня с вами познакомимся, да. То есть, первый пучок, опять же, напоминаю, это бдгептки, да. От звонких согласных к глухим согласным. Бдгиптки. Бдгиптки. Бдгепткэ. Бдгаптка. Бдгоптко. Бдгуптку. Бдгипткэ. Также хочу обратить ваше внимание, что если вы будете не понимать или не понимаете, как произносится данный пучок, или вам кажется, что всё хорошо, но как будто какая-то буква вылетела, да, то есть очень хорошее упражнение на этот счёт. То есть, вы просто, да, на бумажке, опять же, бумажка вам в помощь, вы пишете этот пучок на бумажке и по букве разбираете его, то есть, как наш рот, наш язык, да, какую он форму принимает при произношении данной согласной. То есть, сейчас покажу на примере, да, допустим, тот же самый, допустим, бдгиптки, да. Б. Б. Да, то есть, губы сопнуты. Д. Б. Д. Г. Г. И. Б. Д. Г. И. Для чего это нужно? Во-первых, это нужно для того, чтобы вы поняли вообще, из каких согласных состоит пучок, как он правильно произносится, да, то есть, какие правильные формы принимает ваш рот при произношении данного пучка. И это упражнение направлено на то, чтобы ваша скорость произношения тренировалась, да, потому что сначала мы делаем это утрированно, медленно, да, б, д, г, и, да. Но со временем у вас будет развиваться мышечная память, и вы будете говорить эти пучки все быстрее и быстрее. Ну, сначала это у вас дойдет до ритма нормальной, обычной речи, а затем вы уже сможете говорить этот пучок быстрее, да. И такая же ситуация с пучком птки, да, здесь все согласны, глухие, и также не мешало бы разобрать его по буквам, да, то есть, п, п, т, к, и. Обычно эти пучки идут вместе, да, птки, птки. И какие упражнения можно связать и, да, и попробовать на данном пучке, да, это повторение, то есть, птгиптки, птгиптки, птгептка, птгаптка, птгаптка и так далее. Затем мое любимое упражнение – это лесенка, то есть, вы начинаете с птгиптки и постепенно добавляете согласные из ряда, то есть, птгиптки, птгиптки, птгептка, птгаптка, 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 да, и так далее. Тут уже, как говорится, ваша фантазия на выполнение этих упражнений. Также есть такие пучки, как лрирли, лрерле, свифпли, свефпле, манрлышзви. Это все будет в описании к видео. И в соответствии с этим мы хотим запустить наш челлендж, то есть, присылайте нам ваши видео, где вы без проблем произносите эти самые пучки, где проявляется фантазия, да, как вы их ловко и четко выговариваете. Мы будем рады, да, присылайте, радуйте нас и себя, главное, главное себя радовать успехом, процессом, да, работы. Присылайте видео с пометкой хэштег «Сехтиусдикция». Мы будем вам очень рады и до встречи!